Дети покупают петарды в самых дешевых местах. Эти самые дешевые места торгуют, как правило, контрафактом. Сил ни у полиции, ни у нас не хватает все эти точки сбыта, так сказать, перекрытия. Детям продажа несовершеннолетним вообще запрещена. И очень часто взрываются и в руках. Чаще всего такие случаи происходят в новогодние праздники. Несоблюдение простых правил безопасности может привести к серьезным последствиям. Однако не только петарды и бенгальские огни могут нанести вред здоровью. Включенные гирлянды и фонарики, оставленные на ночь, – еще одна причина пожаров. Загораются электроприборы за долю секунды из-за неисправности проводки или самой техники. Все это проводится с единственной целью – не допустить пожары, не омрачить новогодние рождественские праздники, не допустить детской гибели и травмирования. Еще один источник пожара – отопительные приборы. Во время похолодания их нередко переносят из гаражей в квартиру. Техника портится и может подвести в самый неподходящий момент. Специалисты пожарной инспекции проводят с семьями разъяснительные беседы, указывают на недостатки в доме и подсказывают, как их исправить. По поводу, опять же, нового года. Вы живете в частном секторе, здесь у вас есть двор, кровли, куда могут залететь все пиротехнические средства. Ну и на верхних этажах, там, не знаю, это ваше, не ваше. И под крышу могут залететь. Вот в 12 часов нового года рекомендуется выйти там на 5 минут долго, у нас не стреляют, но 15, все равно посмотреть и заодно обойти территорию, когда все это закончится. Рейдовая группа начала свою работу три недели назад. За месяц комиссия посетит порядка 90 семей. В то же время специалисты ежедневно работают и в сельских округах. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.